Ребята, всем привет! Вот это я нашла на окне, на стекле своей машины. Я думаю, что это кто-то, наверное, из подписчиков оставил мне шоколадку. Единственный минус таких передачек, она вся мокрая, холодная. Что ж, нужно заводиться. Как-то темновато сегодня, не правда ли? Какие у меня новости, какие у меня планы? Сегодня мы с Кариной едем на дачу. Хотела сказать за елкой, но нет, мы едем просто за игрушками, потому что елка у меня уже стоит. Мне привезли настоящую елку, конкретно пихту. И она очень даже красивая, и знаете, мне прям нравится. Сначала у меня были с ней недопонимания некие, потому что она начала сыпаться, а потом я поняла, почему она сыпется, потому что я не добавила воды. Когда мне привезли елку, мне сказали, что обязательно нужно налить в нее воды, и все такое. Я такая, да, да, да. Ладушки, ладушки договорились. Я решила сначала пойти помыть голову, накраситься, и потом уже налить воду. Она у меня начала сыпаться, потому что плохо ей было без водички. И сейчас, кстати, она вообще не сыпется, и это так прикольно, потому что я думала, ну все, пипец, вот теперь у меня будет проблема. Вот такая она будет сыпаться постоянно. Погода не радует меня. Дождик, сыро. Ну, по крайней мере, нету какой-то слякоти мерзкой. Здравствуйте, неловкость. Бигмак, пожалуйста. Картошка фри. Добрый день. Здрасте, можно, пожалуйста, бигмак? Угу. Картошку фри большую, две штуки. Сырный соус. Угу. Сальса. Два сырных соуса. Кисло-сладкий. Соус сальса. Угу. Шесть чикен-мак-наггетсов. Два кисло-сладких соуса. Ой, возьми девять, плиз. А, давайте девять чикен-мак-наггетсов. Гулять-то гулять, лос-дача, бихо-жи пить. А, ну, кофе. Так, капучино. Два больших капучино, 0,4. И воду одну. Колу не будем сегодня, и так уже перебор. Воду давайте без газов. Так, одну секунду. Воду без газа, да? Да, и давайте большой зеленый липтон. А зеленого нет сейчас. Либо... Так, сейчас, секунду тогда. Липтон лимонный есть? Ну, тогда ничего не надо. Я попросила своих подписчиков у меня в истории, чтобы задавали вопросы, чтобы мы какие-то темы с Кариной обсуждали в машине. И не мудрено, конечно же. Все темы сводятся только к свадьбе, к предложению, к реакциям. Спасибо. Опа, хочешь монетку? Подброси монетку. Ценим дружбу с вами. Так, ты далеко ключи не убирай, а потом потеряешь. Что ты думаешь, мы будем меньше общаться с тобой, когда ты станешь замужней женщиной? Я вчера поняла, что ты не сможешь быть моей подружкой и невестой на моей свадьбе. С чего? Потому что будешь замужняя. Нельзя быть замужней подружкой. Кто сказал? Ну, есть такая тема, что только незамужние подружки могут быть невестами. Ой, подружками невесты. Первый раз такое слышу. Нет, есть такая тема. Не знаю, зачем я об этом думаю сейчас. Нет, вообще, подожди. Это может быть, что подружка невесты замужняя, но тогда жених, друг жениха должен быть муж мой. Оск. Типа, если... Ты думаешь? Ты думаешь, что так работает? Я думаю, это можно, потому что, ну, в принципе, да. Нет, считается, подружка невесты, они должны быть незамужние. Короче, в любом случае... Лишите вниз. Да. Мы в этом пока не сильны, но думаю, сейчас будем узнавать все интересные подробности. У тебя сколько будет подружек невесты? Одна? Да. Я? Да. Правда? А как еще? Не знаю, ну, просто приятно. Не, мне кажется, вообще, как вариант, конечно, подружек невесты больше, но я знаю, что подружка должна быть одна. Блин, кто-то проявляет. Тебе сахар не надо? Короче, мы покушаем и к вам вернемся. Что-то мне уже жарко даже, ну, я такая деловая в этом костюме, что я сейчас прям хоть в офис забирайте. Как написала мне одна девочка в директ. Карина, наконец-то у тебя есть повод похудеть. Мотивация и повод. Так я же тоже тебе так сказала, что теперь точно будет. Да, я тоже так думаю. В Макдональдс ходили сегодня? Тоже так думаю. Не, я уже решила, что я дать. Все, может, с Нового года. Самый главный вопрос, который мне там писали, кто-то, конечно, негатив какой-то писал в мою сторону, но я рада, очень рада, я искренне рада, что Карина выходит замуж. Я считаю, что, ну, как бы давно пора. Ну, нет, правда, я очень счастлива, что это произошло именно так. Я даже Оскар сказала большое спасибо за то, что он позволил, ну, нам присутствовать на этом моменте, потому что это же могло быть совсем там другое какое-то предложение, где они, например, вдвоем, либо там, может быть, кто-то из близких, там, из родителей, да, и без нас, без меня. Но для меня самое главное в тот момент, помимо того, что Карине делает предложение, было то, что я присутствую и могу все это увидеть своими глазами, разделить радость, счастье, поздравить мало об их. Но я правда счастлива, я не знаю, какие-то там злые люди что-то там пишут, что я что-то там несчастлива, я очень счастлива, очень рада, и мне кажется, что, ну, типа, это глупо так писать, что я несчастлива. Но не заплакал человек. Ну, что? Я не заплакала, ну, потому что вот такой я человек. Ну, мои слезы, они сохраняются для момента, когда вы будете говорить друг другу «да», клятвы, целоваться, обниматься, и будете уже, ну, как бы, жениться. На вот этот момент мои слезы. Там я сто процентов заплачу. Я там просто вот даже, история, я заплакала, когда мы со Славой ездили в Молдавию к его дяде, у него была свадьба. Ну, по сути, это чужие мне люди, то есть это там родные моего парня, ну, как бы, да, я их вообще в первый раз видела. И я заплакала, потому что вот этот момент для меня трогательный, вот этот момент для меня, он более сильный эмоционально. Предложение — это просто красиво, это просто счастье, радость. У меня это не вызывает слез, у меня это вызывает просто счастье и радость. Поэтому я уверена, что мои слезки просто ждут своего часа. Также там спрашивали, как прошло знакомство с родителями. У тебя это будет отдельно? Это будет мой блог, мои хорошие. Ну, нет, все отлично прошло, просто ничто не опишет то, как все прошло, кроме, наверное, влога. Но в целом наши семьи, конечно, друг другу понравились. Родители мои в восторге от родителей ОСКО, также, я думаю, наоборот. Ну, не знаю, что еще сказать. Подарочек мне подарили, не покажу. Ну, ладно, потом ты покажешь уж во влоге, да? Ну, ОСКО-то снимал. ОСКО снимал процесс дарения. О, нифига, прикольно. Средне волновалась, просто не было смысла как-то волноваться сильно, потому что уже предложение было. Ну, то есть уже нет такого, что они такие придут и увидят, что я плохо накрыла стол. Такие, типа, эх, разворачиваемся. Отмирить можно? Что же, все как бы сделано. Тут просто было именно волнение от того, что о чем говорить будут и все такое. Ну, все в порядке в итоге. Каким хочешь видеть свое предложение руки и сердца? Ваааай. Я знаю... Сейчас подсказку дашь, так что аккуратнее высказывай. Нет, я никакую подсказку не дам, в том-то и суть. Я точно знаю, что у меня нет никакого представления о том, какое я хочу предложение для себя, там, от моего будущего мужа. У меня нет никакого представления о том, как это должно быть, о том, как я это хочу. Я просто хочу, чтобы это было очень романтично, неожиданно, чтобы я офигела, заплакала, конечно же. Идеальная страна для предложения у тебя есть? У-у-у. Ты знаешь, я считаю, что предложение можно сделать и в Москве. Я, конечно, себе там, если говорить о каких-то представлениях, может быть, это из разряда раньше, я думала, я хочу, чтобы я на самой высоте эфелевой башни стояла, пролетел вертолет, там, самолет надписью. Ну, поэтому, да, это я потом поняла, когда уже там побывала, что нафиг это надо. Я просто понимаю, что предложение можно сделать и не в другой, там, какой-то красивой стране, если человек подготовился, придумал что-то, какие-то там, замудрил, что-то такое. Но ведь самое главное же, это не, где ты сделаешь предложение, и даже не то, какое кольцо тебе дарят, а сам факт того, что, как это человек преподнесет. Потому что предложение можно сделать с шикарным кольцом в шикарном месте, но, знаешь, типа, ну, короче, ты будешь лея или нет? Не забудьте заехать в МАК. Ну, уже заехай, не переживай, тебе хорошее. Говорю я такая сама, Карина, до того, как мы тут увидели вопрос. Как ты думаешь, будем ли мы меньше общаться, когда ты станешь замужней женщиной? Что ты думаешь? Я думаю, зависит всё от того, где ты будешь жить. Да. Для меня это всегда очень такое... Ну, нет, я уверена, что мы не перестанем дружить, конечно же, но вероятность того, что... Знаешь, я тебе так скажу, учитывая, что я живу, типа, с парнем, и мы с тобой так же офигенно много общаемся, то есть, наоборот, я считаю, когда ты живёшь уже, там, да, семейной какой-то жизнью, неважно, там, с парнем, с мужем, у тебя нет вот этой дикой какой-то необходимости выделять какие-то дни, ну, не то, что выделять, а в какие-то определённые дни не видеться с подругами, а только с парнем или с мужем куда-то ходить, потому что вы и так живёте вместе. То есть, по сути, мне кажется, что, конечно, вы будете так же много времени вместе проводить, жить вместе, ходить куда-то вместе, это сто процентов, но так же, как и мы со Славой живя вместе, понятное дело, но уже нет вот такого типа, ой, я не пойду сегодня с подругами там гулять, потому что мы со Славой давно не виделись, ну, типа, знаешь, поэтому я думаю, что самое главное просто, чтобы ты не жила далеко от меня. Да, нам очень повезло, что наше дело связывает нас, и поэтому я думаю, что мы точно не перестанем общаться хотя бы, возможно, сократиться процентов на 10-15 наше общение, но это потому что мы сейчас каждый день почти видимся, если я далеко куда-то перееду, я не знаю, то, может быть, оно сократится, но в целом, если нужно сфоткать рекламу, я там её позову, она мне поможет, или наоборот, так же на дачу поехать за ёлкой, типа, это же всё наше дело, наше, то, чем мы живём, поэтому я думаю, что мы будем общаться. Единственное, вот там уже, когда, например, через какое-то время будет мысль о том, чтобы завести детей, а ребёнок будет съедать очень много времени, и там уже, возможно, будут какие-то сокращения в общении. Ну да, ты знаешь, меня не пугает свадьба в том плане, что мы будем меньше общаться. Вот это меня не пугает, как бы я не думаю о том, что, ой, мы перестанем общаться, мы будем меньше общаться. Я уверена, что нет. Знаешь, я так редко на свадьбах бывала. Да, это просто жесть. Но ты много на свадьбах была, мне кажется, да? Из недавних друг Оскор какой-то женился, мы были там как пара, я была плюс один, но это были не мои знакомые даже. И Глазунов. У Глазунова была русская свадьба, у этого друга армянская свадьба. И я была ещё на свадьбе, наверное... В детстве, типа? Сурен, Рузана. Ну, родственников, всё. Ну, это даже уже не сознательный возраст, это я была мелкая. То есть, да, я была на малом количестве свадеб, и меня, я думаю, всё это ждёт ещё, потому что... Ну, сейчас все будут жениться, понимаешь, время. Братья мои, сёстры, ты же самая старшая в семье. Типа я первая, кто выхожу замуж. Ну, и сейчас ещё, знаешь, пишут, типа, ой, что-то все женятся, все рожают детей, но вы как хотели, время-то идёт. Ну, да. Мы все примерно одного возраста. Знаешь, что, реально месяц, когда, типа, пишут, типа, год, когда все женятся или рожают детей, или умирают, например. Да, и тот год был такой, и этот год. Каждый год. Каждый год все женятся, рожают. Ну, некоторых блогеров я смотрю и думаю, господи, ну, чего же вы не женитесь, или когда уже у вас что-то изменится в жизни. Вот на некоторых, знаешь, поэтому я очень рада, что, например, в твоей жизни всё меняется, не стоит на месте. Наконец-то. Ну, мне кажется, это будет сейчас очень интересный процесс. После Нового года начнётся такая жёсткая движуха подготовки, ездить, выбирать платье, смотреть, мерить. Да. Так всё интересно, так волнительно. Всегда свадьба, мне кажется, это такой сложный процесс. Это не просто день рождения какой-то организовать, или какой-то праздник. Это будет такое освобождение. Это больше людей гораздо больше. В этот раз я взяла ключи, не нужно тревожить соседей, потому что я постоянно забывала ключи. Вот они. Ой, хоть посмотрю на беседочку при свете дня. Интересно вспомнить мне вот что. Где ёлочные игрушки? Тапочки-то здесь. Там нет крыс. Может быть, одна. Ты. Я знаю, поэтому так сказала. Карина же в год крысы, а в твой год следующий. Ой, извиняюсь. Ты такая кинула. Либо они там же, либо они здесь должны быть. По моим воспоминаниям, они здесь. Ну-ка. Рыбайся, ле. Ну, я думаю, что они здесь. Вот эту зелёную чепуху я вижу. Да, игрушки там. Что-то ещё может взять? Я больше ничего не знаю. Всё в парадке. Это, кстати, я из дома цветочки привезла. Вообще много чего сюда привезло, на самом деле. Картину, мишек. Всё, нашла я игрушки. Вон они. Вот за этой коробкой мы проделали весь этот путь. А нельзя это где-то в Москве хранить? Нет. Маленькая коробка. Ну, слушай, я же, типа, обычно за ёлкой сюда приезжаю. Коробку-то ёлочную большую я хранить не буду. И получается так, какой смысл мне хранить одну маленькую коробку, если я могу её отвезти вместе с ёлкой. Счёшь. Чё, всё? Да. Брат, я же тебе сказала, я не буду отнимать твоё драгоценное время. Вернись ко мне, ты моя Лали. Лали. Хотела бы иметь такое имя? Лали. Как интересно это обычное имя, ну, большое, официальное. Лолита? Может быть. Ла-ли. Лола. Лола. Лариса. Лариса. Долго ещё? А, надо сфоткаться? Да, ну ты сфоткать будешь. Давай. А тебе нужно официальное приглашение на свадьбу отправлять? Или можно просто в личку написать? Нет, я хочу официальное приглашение в красивом конверте с голубями. Ну, я не знаю, как вам. Ага, тебе уже с бабочкой один раз принесли, ты всё взяла, бабочку оставила. Не с живыми голубями. Не с живыми. Знаю я тебя, скажешь мне потом. На, сама голубя, кушай. Так, я беру коробку, а ты всё сфоткай. Ну, дверь-то закинь, ты уже наручил, ну, ладно. А что ещё всё остальное? Всё, хорошее настроение только. Давай. Всем пофиг на беседку, когда ты это уже поймёшь. Может, её открыть, Юль? А? Может, её открыть? Пусть пушок заходит. Закрыть? Открыть. Не, не надо. Там его домик. А он не может в домик попасть. Там внизу. А, да ну нафиг. Да, видишь, это только что-нибудь интересное. Он умеет залезать, ему отлично. Как вы его научили? Просто туда его засунули и несколько раз через эту штуку пинком подзад вытащили и всё. Ну, не пинком, а просто типа показать, что... Ну да, пинком. Иф, иф. Вот так себе. Это свежо, блин. Воздух очень хороший, да. Даже не верится, что зима. Да. Такого намёка. А в прошлом году было не так, да? Нет. Может, это глобальное потепление? Не знаю, брат. Ну, мне так нравится такая зима. Я тоже получаю кайф, но мне хочется, чтобы всё-таки на Новый год был снег. Ну да, на Новый год без снега вообще, фу. Дыши вон. Хорошо дышать. Я хочу, что после Нового года реально съедут на дачу хотя бы на пару дней. На пару дней подряд? Ну, я не знаю, я хочу дышать воздухом. Мне никто не даёт воздухом. Новая фишка, дышите воздухом. Продавай чек-лист. Дышите воздухом. Как дышать воздухом? Делаешь глубокий вдох, дышишь воздухом. Снимай меня. Девчонка, девчоночки, тёмные ночи. Надеюсь, ты это вставишь. Блин, не хочу уезжать, хочу дышать. Тебе не холодно? Может, куртку оденешь? Тут можно пофоткаться, кстати. Я хочу фоткать с тебя. У нас теперь новая фишка — фоткаться селфи. Уже, кстати, не такая уж и новая, но... Типа, я держу ей... Короче, часто я хочу фоткаться так, чтобы я видела себя, и как будто бы я сама себе фоткаю, но нажимает Карина, и я такая, типа, кривляюсь, чтобы я красивая. Ну, не как будто я... То есть, я не так близко, хотя так близко тоже... Я могу её фоткать, типа, сдалека, но она себя видит. Ну, так позировать, конечно, удобнее. Мне нравится на фоне забора. Блин, как же хорошо пахнет, да? Такая я уже старая. Это свежий воздух, ребят. Чё, поехали? Я хочу колу. Короче, мы заехали в итоге в Макдональдс. Здрасте. Спасибо. Чтобы взять напиток в дорогу, умный. Мы едем спокойно себе. Заехали за лоском по дороге с дачи. И почти доехали, 2 минуты осталось. Вот мой дом! Сука, я прям по окне вижу свою ёлку, понимаешь? Просто мы стоим, мы едем настолько медленно, потому что здесь пробка. И мы спокойно болтаем, понимаешь? И сразу пробка рассосалась. Вообще, вообще! Просто... И потом прилетает сзади такой нифиговый удар. Я заорала. Я не заорала, я обосралась просто. А я сидел очень расслабленно, типа, вот в этом положении. А ты вообще-то головой ударился сильно? Ну, вот так вот я сидел, типа, с головой вперед. И слушал такую атью, и у меня, типа, вот так вот было. Вот так вот, типа. И это второй раз. Первый раз я ехал с аэропорта на каршеринге. Тоже в пробке, таксист уснул просто. У меня такая же ситуация была, у меня шея потом болела 3 дня. Ну, типа, сейчас я не чувствую, но опять-таки она завтра опять заболеет. Это капец! Нам, на самом деле, чуть-чуть повезло, потому что, если бы газель летела в нас... Ой, блин, я не хочу представлять! Да, потому что весь удар он на себя взял. Если бы газель летела в нас, у тебя могло бы здесь просто, ну... Ну, тут бы им мятина была, тут бы стекло. Блин, это такое... А знаете почему, ребят? Вот вы можете считать меня сумасшедшим, но это потому, что у меня день рождения скоро. Нет, вы знаете такую фигню, что перед днём рождения, типа, ангел, ну, там, твой ангел... Реально он гуляет? Он, типа, уходит, ну, он, типа, оставляет тебя. Твой ангел, хранитель, он тебя оставляет перед твоим днём рождения. Очень часто у меня перед ДРФ всякие какие-то сложности. Я всегда очень боюсь, я стараюсь никуда не летать вообще перед ДРФ, потому что у меня, ну, реально такой страх. Да, и, ну, типа, я уже не раз замечаю, и вот просто пипец. Я просто помню свою реакцию, я же понимаю, что прилетела, я почувствовала, я просто... Ну, у меня и так нога была на тормозе, считай, мы стояли, но я просто её так вдавила, потому что машина на тормозах у меня просто ехала вперёд. Да, четыре машины, ребята, в аварии. А я одна просто уехала. Да, перед нами был чувак, и он уехал. У него газелька была старая, ему, как бы, там, лишняя царапина не помешала, говорит, наоборот, знаешь, дизайн такой. Но то, что сзади, это жесть. Можно выйти показать? Да, можешь ты снимать. Давай. А надо ещё сказать, что водитель просто в газовика уснул. Ты так сказал? Нет, он сказал, что я, типа, он говорит, я залип, типа, и, типа, от удара, правда, типа, проснулся. Итак, с вами оператор Оскмаркарян. Здесь мы видим незначительные повреждения. Спереди, получается, у нас весь удар пришёлся на номер. И вот здесь вот чуть-чуть отлетело. То есть, ну, повреждения всё равно есть. Потом есть вот такая машинка. Она влетела в нас. И здесь, опять-таки, тоже незначительные повреждения, но бампер под замену. Есть вот такая газелька, которая влетела в этот Volkswagen. И здесь уже, ребята, здесь очень большая вмятина. Посмотрите. И выглядит эта вся картина вот так. В ту машину прилетает газель. И просто у меня там какие-то просто сзади царапки. Мы сейчас ещё не видим, потому что там машина к моей жопе приклеилась. А спереди у меня ещё одна машина, в которую я тоже врезаюсь, но не сильно. Там вообще у меня царапина просто на номерах маленькая. Ну, это пипец. Я просто в шоке. Там какой-то чувак в газели уснул, врезался в машину. Там такая вмятина. А та машина в меня врезалась, но не сильно, потому что он весь удар, считай, на себя принял. Но, конечно, проехались мы на тормозах нормально. И я ещё врезалась. Ты прикинь, сейчас мы сидим... Да не серьёзные, но просто неприятные. Зад я ещё... Там не видно прям, но видно, что там придётся всё равно, видимо, зад менять. Там нет никаких не вмятин, что-то такого там нет. Видимо, просто, может, царапины какие-то. Но он не нравится. Я в шоке просто. В логердаче начали другой оборот принимать. Ребята, не засыпайте за бубиом. Я понимаю. Да, мы сидим и ждём. Ну, давай. Ёлка уехала. Ну, конечно. Суть не нормально. Просто мы так обосрались больше. Я вообще... У меня аж трясло всё. Ты тебе? Да, я буду, спасибо. Да. Давайте засекать. Сейчас 6 часов. Это долго будет. Ну, такие пробки сзади из-за аварии трёх машин. Здесь всего две полосы. Мы заняли одну. Это вот автобусная. Кто-то тут, конечно, проезжает. Но реже, чем здесь. Капец, до нас ехать будут мало. Много, точнее. Я каждый раз, когда попадаю в аварию, ну, типа, благодарю Богу за то, что мы, как бы, хотя бы так. Типа, хотя бы мы живы и здоровы. Потому что вот это то, что тебе там поцарапалось, что-то там упало. Это фигня. Это просто геморрой. Но это фигня. Ну, типа, первые эмоции тоже, типа, блин, а потом ты понимаешь, что сразу сейчас спокойно в душе стало, да, когда ничего не было? Да, просто неприятно, что это всё вот так вот. Ну, это всегда неприятно. Ну, был такой, что я думала там офигеть. Есть люди, которые получают удовольствие от аварии? Они такие, да, наконец-то, что-то, трениться не было. 100%. Ну, конечно. Это я. Психопатов много. Нет, мне на самом деле, меня очень сильно испугал вот этот стук. Звук и стук. Я заорала вообще. Я просто офигела. Я даже не знаю, что у меня было в тот момент в голове. И был такой сильный удар, что у меня было ощущение, что там такое мясо. Я клянусь. А я назад смотрю, машину не вижу. Типа, у меня вслед вот это в глазах. Ага. Я такой смотрю, машину не вижу. Знаете, надо что сказать, что Юля в тот момент не сидела в телефоне, не снимала влог, то есть это не ее вина. И дистанция, ну, как бы была жесткая пробка, поэтому то, что она облетела впереди стоящего, это было, во-первых, чуть-чуть. Я не влетела ни в кого, это меня подвинули просто задним ударом. Я считаю, у меня и так нога была на тормозе. А, ты остановилась, да. Я не остановилась, я просто стояла в пробке, у меня нога была на тормозе. А, ты вообще стояла, точно. Я стояла на тормозе, у меня вообще нога была на тормозе. Мы даже не ехали, да. И просто сзади прилетает, и я ещё сильнее давлю на тормоз, потому что... Хотя это не помогло, потому что меня просто протаранили вперёд в другую машину, которая, кстати, свалила. Самое ужасное в таких ситуациях, что некогда сходить в туалет. Куда? А мне это самое ужасное в таких ситуациях. Да, что надо ремонтировать всё это за денежки. В смысле это? Твою мать, сейчас это такое вообще будет. Ждать, когда приедут, оформлять. Это самое ужасное. Ждать вот эти все, когда мне машину починят, и всё такое. Ну да, правильно сказал, хорошо, что хотя бы ты можешь на ней ездить сейчас, потому что незначительно. Да, ты заканчиваешь детали, у тебя машину, ну, как это, диагностику сделать, ты поймёшь, какие детали тебе нужны под замену. То, что есть, они оставят, то, что нету, закажут. Вот, и ты пока ездишь на своей машине, и потом такая, приезжаешь, один денёк оставляешь, и опять тебе многое. Ну, просто обидно за деньги. Что? За деньги. Они... Что? Ну, они оплачивают. Просто, если, если у тебя каска нету, то ОСАГО, они, типа, знаешь, они очень, так сказать, тебе нужно независимую экспертизу делать, чтобы этот чувак сказал, что тебе нужно под замену делать, а не красить. Потому что у тебя машина может стоять неделю, две недели, чтобы они красили это всё. А сколько это будет стоить? Тысяч сорок? Да хера это будет стоить. Вы не платите ничего, в любом случае. А кто платит? Платят вот его, страховая. А, ну да. Вы не платите, вы чего? А что ты говоришь тогда? Ты спросила, сколько денег надо, и ты такой, ну, это зависит от этого самого, диагностики, всё такое. Нет, если платят они, то это класс. Просто это очень надолго может затянуться. Главное, что у неё страховка есть, вот эта, ОСАГО, это обязательно. Если вот её не было, оооо. Даже не знаю, что было честно. Нет, слава богу, у меня всё всегда с собой, и это самое. Но это, конечно, интересно, долго они приедут, въехать будут. Мы с тобой на Арбате когда были, в меня въехала тёлочка, а мы ждали, по-моему, 2 часа. А это было ночью на Арбате. А я нам, Катя, ждал 3 часа, в итоге сам поехал в Докрессию. А вон там дом. Самое впечатление, что я просто смотрю в окно просто своего дома. И это просто какая-то... Ну, мы сейчас говорили, что главное, что все живы. Это понятно, да, мы это уже обсудили. Да, это уж такое себе. Ну, шо, зато влог насыщенный. Всё, как мы любим. Ставьте лайк. Ну, я думаю, что сегодня ты уже ничего не будешь наряжать. А какие не наряжать, это что? Завтра, может быть. Просто реально, это вообще... А я уже там строила надежды, как Оск познакомится с Вивьеной. Мы хотели к Юле поехать на часок, нарядить ёлку и на мероприятие поехать. Он там что-то опять вышел. Ой, Славе отправляю вот эту фотку. Он говорит, вот и перевезли пианино. Перевозка пианин. Вечно у тебя всякое. Синтезаторы. Чё говорят? Девочки, девочки, а вы такую аварию видели? Чё? Что это? Что это такое? Это он скинул? Нет, эта машина приехала, чтобы товар перегрузить, чтобы он успел отвезти. Классно выглядит, да? Нифига ты. Подожди, подожди. Они сейчас должны закончить, тогда мы можем без них поехать? Они не могут поехать. У одного радиатор пробило, у второго... А, всё-таки мы остаёмся здесь? Да, у второго машина зовут, у меня вода очень сильно кипит. Слава богу, что у тебя всё хорошо по меркам нашей ситуации. Но самый везучий это чувак, который был здесь. Он просто уехал. Уехал. Уже жена дома ждёт. Скоро Новый год, давайте. Ну, за вас, с праздничками наступающими. Так, ну то, что ехать никуда не надо, это хорошо. Но, уважаемые, приедут? Ну, наверное, приедут, только очень поздно. Зато в пробках не надо 45 минут ехать в Марьино. Ну, в Марьино вообще жесть. Мы там проторчали со славой, мне кажется, часов шесть. Я ходила там в магазин продуктовый, еду, наверное, покупала. А там не то, что какая-то жесть, там просто очередь большая, и очень всё долго. Все приезжают, там я у всех спрашивала, с кем мы сидели там в этих очередях. Спрашивала, а у вас всё, а у вас всё, фотки есть? Ага, что, мне скучно сидеть? Вот, и там вообще одной женщине не повезло. У неё просто машина стояла на парковке, и какая-то мадама в неё просто влетела так, что машина просто не едет с места. Офигеть. Вот это вообще, ты представляешь, выходишь, а тут тебе всё любят с тобой. Да уж. Так что никуда мы не едем. Так хочется взять и поехать домой. Причём мы сидим такие, о, типа пробки рассосались спереди. Смотрим назад, а там все пробки просто сзади нас, потому что мы встали. Но сейчас они уже... Ну да, там, конечно, нормально так. А знаешь, что я сейчас проверю? Я проверю, сколько ехать вот от того места до сюда. Ну-ка, она... От какого? От Марьино? Ну, нет, до нас, вот сзади, посмотрю, какого цвета пробки. Интерактивчик. Слушай, мне кажется, я бы тебя не узнал, даже если бы ты остановился, потому что... Мне просто сейчас друг написал, ещё со времён школы, то, что типа, что у вас там случилось. А мы с ними перебесились, наверное, лет пять. Кто проезжал? Да, он проезжал и говорит, что у вас там случилось. А как он узнал тебя в машине? Или он увидел тебя на дороге? Нет, на дороге. Ого. Ну, слушай, такую аварию кто не узнает, посмотри. Это он? А-а. Сложно тебе сфоткать. Это он сфоткал? Это я. А, ты пошёл туда? Такую аварию задом друг друга. Слушай, всё не так печально, даже не бордовая. Просто вот такая вот краснота. Блин, ну это стрёмно всегда. Я как-то была причиной аварии, мне было дико стыдно. Возвращение в такой же ситуации, только хуже ещё, наверное, было. Да, прикиньте, какого мужика, который... ...который врезался. Да, а чё он ты с ним говорил? Чувствует себя грустным. Да он не знает чё. А сейчас он говорит, типа, я потянулся за телефоном, чё-то я... А, он говорит, я поставил на зарядку телефон, он упал, я залип. И типа, я только хотел за телефоном, и говорит, проснулся. Я говорю, чё? Ну, он грустит. Ты почувствовал груст в его глазах? Блин, ну, ему, наверное, расплачивается, расплачивается ещё. За эти машины. Надеюсь, у него страховка есть хотя бы. Ну да, я тоже не знаю. А вот эта штука открывается или она просто? Нет, просто панорама. Самое страшное, на самом деле, за рулём... Понятно, на скорости страшно, но вот особенно, мне кажется, в пробках больших врезаются просто из-за того, что вот в телефон втыкают, либо куда-то от... Я просто всегда себе говорю, что вот пока у меня нога на тормозе, я могу посмотреть в телефон, что касается пробок, тем более. Пока нога на тормозе, я могу посмотреть в телефон, почесать затылок, ещё куда-то посмотреть. Но как только я отпускаю, убираю ногу с тормоза, нужно быть очень внимательным. Итак, шёл уже третий час, сейчас 9 часов 18 минут. А, точнее, уже четвёртый пошёл, и, в общем, Надя сходила за киевсишкой, потому что это просто уже невозможно. Я до этого ходила на заправку неподалёку в туалет, потому что это просто пипец. Три часа ждём, я понимаю, что можно ещё и дольше ждать, но твою мать! Мне дали вот такую бумажку, мне нужно объяснение оформить, записать. И тут такое, типа, я, это, типа, со скоростью где-то, со скоростью 0 км в час не слазь по шоссе. Ой, блин, а, твой мать! Ты так пишешь с этим кольцом, как будто ты заявление, знаешь, в ЗАГСе пишешь. Ну, конечно. Место работы. Блогер. Место работы, дом перед компом. Так. Ну что ж, ребята, я наконец-то дома, обнимаюсь со своей любимой собачкой. Я, когда зашла домой, Вивена просто разрыдалась, можно так сказать. Она начала скулить, я вообще такое, ну, не слышала даже, что вот когда я прихожу домой, у Вивены такая реакция, она реально прям заплакала. Она так радовалась, она была просто в диком шоке, она думала, что все, мама больше никогда не вернется домой. Потому что я должна была домой вернуться на пять часов раньше, если не больше. И это просто вымораживает меня. Сотрудник ГАИ дал мне бумажку, с которой я пойду в страховую. Да, и страховая моя будет разбираться со страховой человеком, который вот врезался в нас и создал вот эту аварию. И когда-то мне должны будут починить мою машину. Ну, слава богу, что там не сильные какие-то повреждения, я могу ездить на ней, там не жесть, и номера не отвалились, и все такое. Ну, как бы номера это фигня, их можно заменить, это и недорого, и недолго. Но в любом случае, для тех, кто подумает, типа, или напишет то, что, ой, хватит ныть, главное, что все живы, здоровы. Я это прекрасно понимаю, ребят. Ну, конечно, я все прекрасно понимаю. Это самое главное, что это просто мелочь. Вот то, что сейчас произошло, это просто неприятная ситуация. Все окей, ну, просто меня больше всего расстраивает время, которое я потеряла вот в этой вот всей ситуации. Меня расстраивает, что моя собака сидела дома одна больше 10 часов, ждала свою маму. Дома маленький. Просто то, как она прыгала и радовалась мне, я честно... Она всегда мне радуется, но она прям вся дрожала, она скулила, дрожала. У меня просто вот такое было состояние, потому что она уже не верила. Мне кажется, она уже смирилась с тем, что мама никогда домой не вернется, потому что так надолго собаку, конечно, никогда не оставляем дома одну. Мама с тобой будет теперь постоянно, никому тебе не отдаст. Я стараюсь не портить свой режим и ложиться до 2 часов ночи. Вот ва, я уже вырубаюсь просто вот так. И для меня это очень ценно. Я стараюсь не упустить вот этот вот шанс, потому что у меня нету сейчас возможности дать себе там повод расслабиться и вставать, типа, позже 12, позже час. Это вообще немыслимо для меня сейчас, потому что у меня пипец как все. Это загружено, много дел, много работы. Плюс у меня 28 декабря день рождения. И как бы, ну, тоже нужно думать и все такое. Ой, ну я, кстати, уже решила, как буду день рождения отмечать, вам расскажу в другом влоге, потому что сейчас я буду стараться часто выпускать влоги до Нового года. Плюс ко всему я хотела нарядить сегодня елку, то есть у меня это было в планах. Я хотела нарядить елку, а не в аварию попасть, понимаете? Ну, уже есть такая штука. Кто-то мне написал, что вот это то, что случилось, может быть, это случилось для того, чтобы не случилось чего-то более плохого. И я, в принципе, ну, тоже так думаю, иногда бывает, когда какие-то ситуации неприятные случаются. Я думаю, ну, наверное, это случилось, ну, понятно, что не просто так. Ну, у меня всегда такие мысли, что значит, это случилось зачем-то, для чего-то. Так что, в общем, сейчас я сяду за монтаж этого видео. Не знаю, получится ли у меня его сделать за один вечер, скажем так, потому что сейчас уже почти 12. Ладно, а завтра у меня вроде никаких сильно прям планов нет. Просто по работе нужно кое-что сделать, съездить куда-то, ну, это типа недалеко. И, в принципе, я думаю, что наконец-то я добью эту уборку домашнюю. Надеюсь, что завтра точно уже это все. Да, мой малыш, да, мой сладенький. А когда мы с тобой елочку будем наряжать, мой солнышко? Как жаль, что ты не разговариваешь. Ты бы столько маме рассказала, да? Все бы маме рассказала. Все бы секретики, тайны свои рассказала собачьи. Кнопочка моя. Вот, ну и также я вам еще не показала комнату с новыми обоями, как тут что изменилось. В целом не сильно что-то прям изменилось, кроме обоев, потому что тут теперь все беленькое такое. Мне очень нравится. Хотя сейчас, наверное, выглядит так пусто. Выгляжу я так себе, прям уставшей, замученной. Хочется сходить в душ. Коробку с игрушками я все-таки притащила. В общем, ладно, я сажусь за монтаж. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Несмотря на то, что оно было нифига не новогодним, я планировала выпускать новогодние влоги, видосы, вот эти влогмусы. В любом случае, спасибо большое за просмотр. Спасибо всем, кто там переживал, что-то писал, слова поддержки. Конечно, я понимаю, что это вообще, ну типа так, авария, фигня. Но мы просто очень сильно испугались, на самом деле, от удара. А так, в целом, все это фигня. Поэтому, в любом случае, всем спасибо большое за просмотр. Всех люблю, целую, обнимаю. И всем пока.